Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое во всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 14 февраля, четверг, и Церковь предлагает в этот день нам для нашего назидания и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Соборного Послания Святого Апостола Петра, глава 4 стих с 12 до конца главы, и глава 5, первые пять стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого «Не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И так страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, душу своей, делая добро. Пастырей ваших я умоляю, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для глустной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Так же и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь обращает наш с вами взор на Первое Соборное Послание Святаго Апостола Петра, глава 4 стихи с 12 до конца главы, и глава 5, первые пять стихов. И сегодня говорится о страдании, особенно в 12 главе, вернее, с 12 стиха 4 главы говорится о страданиях. И 12 стих говорит нам следующее. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного». И говоря здесь об огненном приключении, речь, конечно, идет не о каком-то особо мистическом огне или чем-то таком сверхъестественном. Речь идет о метафоре, это символ. Огненное – это значит очень сильное, очень обжигающее искушение и те страдания, которые стоят на пути христианина, те скорби, которые он встречает на своем пути. И не нужно этих страданий пугаться, не нужно смущаться тем, что они будут в жизни христианина и христианина добросовестного. Не нужно этого бояться, как приключения для вас странного. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его, возрадуйтесь и восторжествуете». Действительно, мы, как люди, которые берут свой крест, как сказано в Евангелии от Марка, «кто хочет идти за мной, говорит Христос, тот бери свой крест». Если мы посмотрим оригинальный текст, то мы увидим, что там сказано о том, что мы должны каждый день брать свой крест и идти за Христом. Каждый дневный крест своих скорбей, своих страданий, тех похотей, тех грехов, с которыми мы боремся ежедневно, и которые мы знаем, что мы подвержены этим слабостям. Итак, мы, идущие за Христом, должны радоваться, что мы своим страданиям уподобляемся Христу, и через эти страдания Христос близок к нам, и мы близки к Христу. Об этом говорит и святитель Тихон Задонский, о том, что мы должны подражать Христу, мы должны следовать за Ним, и в том числе и Его страданиям. И эти страдания не должны нас удивлять, и не должны вводить нас в уныние, но наоборот должны давать нам сил и в понимании того, что мы уподобляемся нашему Господу. «Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Далее апостол Петр говорит о том, что только бы вы страдали как христианин. Он говорит о том, что мы не должны путать страдания за действительно грех и страдания за Христа. Он как бы предостерегает нас, что мы, страдая за... как убийцы, как воры, как посягающие на чужое, и как другие люди, приступающие заповеди, это не есть страдания Христовы, это не есть страдания за правду, но это действительно, как сказано в Ветхом Завете, око за око, зуб за зуб. Это воздаяние по справедливости нам за наши грехи. Но если мы страдаем как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, предостерегает нас апостол Петр. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Далее апостол Петр говорит о суде, который мы все ожидаем, страшный суд, и этот суд начнется прежде всего с Дома Божия, то есть с церкви, что согласуется с учением Господа нашего Иисуса Христа, выраженным в Евангелиях, и учением ветхозаветных пророков. «Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» воскликает апостол Петр, и мысль его проста, в том смысле, что если суд начнется с Дома Божия, и, как сказано дальше, если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? То есть, если с Дома Божия начнется суд, то с каким строгостью и чего ожидать тем, кто находится вне Дома Божия, то есть за пределами церкви? «И так страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Итак, мы должны помнить о том, что мы должны страдать за Христа, вернее, не искать этих страданий, но если они нас постигли, тех скорбей ежедневных, которые нас постигают, мы должны помнить, что это источник радости для христианина, потому что мы уподобляемся Христовым страданиям, только бы нам страдать не за грех, а за нашу веру. Далее апостол Петр в пятой главе говорит о пастырях. «Пастырей ваших я умоляю, сапастырей свидетель страданий Христовых и соучастник слави, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для глусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». И это, прежде всего, обращено к нам, к священнослужителям, помня о том, что мы должны некорыстно нести свое служение, не искать своего в этом служении, не самореализоваться, реализовать лишь самого себя, свои проекты, свое благосостояние за счет того стада, которое нам верено, а не господствуя над наследием Божиим, то есть считая только себя главным источником и мирилом правды Божия, думая, что нам действительно дана власть судить людей, но мы должны следовать и проповедовать так, подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец. Так и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, дорогие братья и сестры, будут пастыри действительно пастырями Христовыми, верными своему стаду и учению Христову, а посомые же будут со смирением нести свое послушание в миру и повиноваться своим пастырям. Все же друг друга уважая, проявляя друг другу любовь и терпение, облекаясь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое превыше небес.